Телекомпания «Вид» представляет. 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 Сегодня тяжелее всего там, где война. Поэтому в новых домах надо поселить беженцев из Чечни. Сами колхозники, вчерашние бедолаги-скитальцы, едут со своим председателем в Ангушетию за беженцами. Повариха Инсабат Устаханова, беженка из Дагестана, отправляет в Саказии посылку для сына, который служит на границе с Чечнёй. Республика Дагестан, Тшунтинский район, село Макок, военный час 21.07, Устаханова Арсену и всем, кто вместе служит с ним. Мама. Ну и отец напишу. Не обидишься же, правда же. За беженцами отправляются на двух КамАЗах. Председатель и водители-добровольцы. Сами выходцы с Кавказа. Те же переселенцы. Ну надо же людям помочь все-таки. А у нас работа есть. Людей у нас не хватает тем более. А не страшно ехать туда? Нет. Вы что, не знаете, что там война идет? Знаю. Сам оттуда. Я считаю, что помогать надо. Нам тоже, конечно, помогали. Спасибо всем большое. И если люди приедут, мы тоже поделимся и поможем. Пусть едут. Председатель едет на Кавказ не с пустыми руками. Везет крупу, картошку и тону сгущенного молока. Для российских солдат, которые служат на границе с Чечней. Честно вам скажу, что я его и не отговаривала. Потому что я его знаю. И знаю, что он не может. Вот если, например, кто-то рядом, мужчины некоторые есть, ведь у нас какие, пройдут рядом, убивают, отвернутся, и как будто не видели. Он так не может всю жизнь. И вот я знаю, как он смотрел этот телевизор, когда там эти ужасы кошмары показывали. Я знаю, как мы с ним вместе плакали над письмами этих переселенцев, которые к нему пачками идут. Но он просто по-другому не может. А своих-то мужиков страшно отпускать? Конечно страшно. Если бы не страшно. Переживаете? Очень переживаем. Так что дай Бог им хорошей дороги и доброго возвращения. Пока, если в это время удастся хотя бы, например, 10 семей ему из этого, им, нашим ребятам, из этого ада, выхватить вот таких же детишек, спасти оттуда и дать кровь. Я думаю, что это великое Божье дело. Ведь мы же не правильно все живем, а это Божье дело. Я думаю, Бог им поможет. И вы готовы даже ради этого его отпустить туда? В Чечню. Я боюсь, конечно, но надеюсь, они вернутся. Все, 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 все. Все, все, ребята, по машинам. Быстренько, пожалуйста. Спасибо вам в пути. Мне в колхозе нужны люди, которые... Я думаю, что вот они как бы натерпелись, посмотрели, что может быть, если нет порядка, дисциплины, законности. Я думаю, что такого им уже не захочется. И когда они приедут на Рязанскую землю, они, прежде всего, наверное, захотят работать по-нормальному, чтобы спокойно, чтобы по ночам каждому шорох не прислушивались, чтобы автоматных очередей не слышали. Алексей Васильевич, это, собственно, к нашему с вами разговору о том, что все-таки что-то, даже когда совсем вот вроде ничего сделать нельзя, что все-таки что-то можно сделать, если очень хочется. Когда сейчас происходит всемирный потоп в национальных отношениях, в межнациональных отношениях, просто всемирный потоп, если мы вспомним, вот все точки, везде эти межнациональные конфликты. И тут нужен Ноев Ковчег. И этот колхоз, или эта земля, куда привозят людей, это Ноев Ковчег. Ноев Ковчег людей разных национальностей. То есть это пример, как надо жить, вообще, людям на земле. На этом маленьком клочке пример того, как надо вообще на земле жить. И главное, что все обошлось. Олег Фомин вернулся, он сегодня на студии, и Леша Косульников, который с ним был. А я вам скажу, Алексей Васильевич, год назад, когда Олег объявил, что готов взять к себе 20 семей в колхоз, просто началось паломничество. И это, кстати, разговор о том, что вот достаточно, в принципе, какой-то одной, ну более-менее приличной идеей как-то вот людьми овладеть, то сразу находятся люди, даже всех не удалось вместить. Да, больше, это магнит вообще. Вообще, это магнит, но магнит, который притягивает не каждую железку, а тех, кто хочет трудиться. Потому как надо сейчас вообще селекционными делами заняться, чтобы вырастить трудолюбивых людей. Нет, я рад к тому, что люди-то есть. Да, он притягивает именно, я говорю, притягивает тех, кто хочет трудиться. Тогда удалось взять даже не 27, а 50 Олегу, и потом он просто замолился, чтобы мы попытались с помощью телевидения остановить этот поток, потому что просто больше некуда. Ну и что же должно было случиться, Олег, что заставило вас сесть на два КамАЗа и поехать еще за беженцами? Нет, ну это нормальное, я думаю, чувство, нормальное желание. Хотелось бы здесь немножко сакцентировать внимание не только на колхозе, и не 1 мая, потому что вот тех желающих, которые хотят действительно работать в сельском хозяйстве, это здорово. Это здорово, что, в общем-то, есть люди, которые... Еще есть. Да, еще есть люди, которые хотят работать на земле, тут им нужно просто помочь. Вот для примера, образно говоря, молодая семья, когда она образовывается, это же здорово, когда с двух сторон помогают родители, то есть с ее стороны и с его стороны. То есть вот как раз бы эта модель весьма бы пригодилась бы для работы в сельском хозяйстве. То есть если бы была помощь со стороны правления колхоза, со стороны колхозников и со стороны правительства, ведь это же неуклюжая политика наша на Кавказе, то есть вот обрекла людей на такие мучения. Так надо, наверное, компенсировать. И если вот есть желание приехать в деревню, работать, то ради бога, надо строить дома, это здорово. Да, это государственное должно быть, государственное дело вообще. Да, совершенно верно. Так же, как в свое время отучили работать людей, то есть тех, кто хотел работать и работал, их раскулачили и оставили только тех, кто только под палкой может работать. Ну а когда палка исчезла, вот и неинтересно работать. А вы знаете, это было бы здорово. Вот смотрите, мы бы разгрузили города от этих же беженцев, переселенцев, которые там заполонили все и все я и подаяния, так сказать, ждут. Логично или нет? Потому что по дороге вас спрашивали люди о чем, как вообще реагировали, что вы едете? Люди на нас реагировали просто удивительно, действительно удивительно, потому что все удивлялись. Ну как так, председатель колхоза, при том, что Фомин действительно не очень похож на председателя колхоза. Посмотрите на него. Да, визуально не очень. Да, но у нас какой-то такой сложный стереотип, как должен выглядеть председатель, Фомин совершенно в него не попадает. Ну вот председатель колхоза на двух КамАЗах через всю Россию куда-то едет, куда, в Чечню, на войну, с ума сошел. Но при этом все люди, которые нам попадались в дороге, все без исключения. Все помогали. А помогали нам чем могли. Мы регулярно ломались. Постоянно находились люди, которые, причем, как правило, абсолютно бесплатно, хотя запчасти, как вы понимаете, в России, особенно для КамАЗов, сейчас недешево. Нам обязательно помогали. Появлялся Фомин, говорил, я председатель колхоза 1 мая. Ну, наконец-то! А вот вы сравнивали, наверное, все житье-бытье с тем, как у вас в колхозе происходит. Вот как там по дороге? Лучше, хуже? Вообще-то я хотел бы увидеть, честно вам говорю, хотел бы увидеть, что вот там вот людям живется лучше, то есть богаче. И очень было горькое разочарование, когда я увидел, что вот так вот мы в такой клоаке, извините за такое слово. Ну, недостоин наш народ так жить, недостоин. Плохо. Особенно, когда проезжали по Калмыкии. То есть хуже, чем в Рязанской области? Ну, конечно, безусловно. Там степи. И потом мы посадили попутчицу и попутчика. И они нам рассказывали про жизнь, вот это все. Мурашки по телу у нас. И здесь я как раз подумал, а не будет ли еще и в Калмыкии операция по антитеррору? Почему? Потому что там людям тоже нечем, в принципе, заниматься. Да. А в тамбове не вспыхнет ли что-нибудь такое террористическое? То есть, и снова мы там самолетами и танками будем наводить порядок конституционный. Ну, так столько людей без дела. Да, без дела. Совершенно верно. Им нужно кормить своих детей. Притом это входит в привычку, кстати говоря. Это как спорт, если перестал тренироваться, все, и так и трудовые навыки. Они еще больше, кстати говоря, требуют еще больше мужества, каждодневного работы, работы, работы. Ну, поймите, когда девушка, парень, уговорительность, ставит ему это в упрек, когда он там за ней ухаживает, говорит, да что такое, я даже, я за тебя замуж не пойду, потому что ты даже барана украсть не можешь. То есть, она ему ставит это в упрек, то, что если он не крадет. Ну, это же абсурдно. Сгущенку вы кому отдали, вот эту тонну сгущенки? Какую воинскую часть? Ну, в общем-то, одной из воинских частей, которые, значит, уже на протяжении нескольких лет мы сотрудничаем, шефствуем друг над другом, вот, она оказывала нам помощь в период весенней полевой кампании. Вот, конечно, мне жаль, жаль очень вот тех солдатиков, которые так вот сейчас в таких адских условиях находятся, исполняя свой, как говорится, чуть им жизненное подсластирие. Давайте посмотрим. Вот, наконец-то приехали. О, он, мужик с рязанской мордой. Я его знаю. Это, наверное, нас встречает. Название части, в которую мы привезли гуманитарную помощь, вслух называть нельзя. Таковы законы военного времени. Но, в конце концов, какая разница? Это просто солдаты, которые еще совсем недавно, этим летом, помогали колхозу имени Первого Мая в полевых работах. Значит, к вам приехал с Рязанской области Фомин Олег Анатольевич, директор совхоза. Председатель пока. Я директор, председатель. Привез, скажем так, помощь, чтобы вы нормально питались, служили. Чтобы нация не возрождалась, чтобы мужик здоровый был. После службы, чтобы каждый из вас завел в семью. И минимум, чтобы у каждого было по пять детей. Поняли, да? Вот эта вот сгущенка, она, так сказать, с отцовым подтекстом. Вот кто пять пачек выпьет, все, будет жить до ста лет. И детей рожать. Поняли, да? Сгущенка, которую мы привезли, изготовлена из молока первомайских коров. Такая вот весточка из Рязани. Сродь. Вы выполняете свой долг, мы выполняем свой долг. Главное, чтобы вы все были живы-здоровы и вернулись на Рязанщину. Давай. Здоровья вам! Храни вас Бог! А как военные реагировали на эту идею? Ну, не со сгущенкой, понятно, как на сгущенку они реагировали, на идею с беженцами. Да вы понимаете, значит, это очень тяжелая ситуация. То есть мы же ведем эту операцию, проводим не на чужой земле, а на свои. И, например, вот у меня такое двойственное состояние. То есть мне как бы очень жаль вот тех беженцев, ни в чем не повинных, гражданское население, которые вот то, что сумели схватить там детей и маленькие сумочки, и бегут. Мы их видели в Назране, в Рженикидзе. И тех солдатиков, которые вот тоже им сказали выполнять долг. Они его выполняли. На самом деле военные на беженцев никак не реагируют. У них своя работа военная, у беженцев своя жизнь. Вот, и Олегу вот помогли добраться до станицы от Жерникидзевской, где большой лагерь беженцев, на военном вертолете. Ну, собственно, все, этим помощь ограничилась. Вот в этом направлении. Ну, действительно, абсолютно не пересекающиеся какие-то сферы, вообще разная жизнь. Вы понимаете, это очень больно, очень больно смотреть на это. Потому что недавно, буквально вчера, я слышал по телевизору, там, сравнивают эту операцию с ликвидацией раковой опухоли. Это кто опухоль-то? Если мы ликвидируем опухоль, то почему мы здоровые тела-то тоже, как бы, здоровые органы тоже не жалеем? Это кто там вот? Маринка, что ли, опухоль? Она же тоже пострадала. Это, кстати, вот девушки, которых Олег привез. Из лагеря беженцев. Но об этом чуть позже, да. Это вот Шамиль, тот Шамиль еще, он, когда он приехал в Россию, ему тут создали такие условия, он сказал, что если бы я знал, что здесь будет так хорошо, я бы раньше все это прекратил. Всю эту борьбу 30-летнюю, 30 лет воевал. Я бы прекратил. Так вот, увидя, как здесь хорошо, на Рязанщине, надо все прекратить и делать вот это хорошо. Да еще, в общем, если бы кто-то послушал вас, да сделали государственной программой трое детей, четверо, и только не потом самому мучиться, когда никакой помощи нет. А чтобы дети эти, если есть пятеро детей, чтобы они кормили родителей, как это было в Чехословакии, кстати говоря. В Чехии так возрождали нацию. Они рожали троих детей, и родители могли... Почему у нас так не получается? Я не знаю. Сейчас выборы идут, да, вот взять эти там предыборные программы. Вот это самое главное. О, Александр Михайлович. Сейчас дети самое главное сейчас вообще. Это отдельные проблемы, значит, вот то, что вы сейчас сказали. Нет, ну вот идея есть. Почему никто не объединится вокруг этой здоровой идеи? Ну что, вот Фомин объединился, у него только дети. Вот вы представляете, значит, вот сколько у нас сейчас кандидатов, даже в вашей гримерке, мне вопрос задают. Ну что, вы, говорят, выдвигаетесь куда-то? Я говорю, куда выдвигаюсь, значит, я уже выдвинулся вот с Лешей, так сказать. На чеченом госубернице. Да, на чеченом госубернице. Ну, депутатство и так далее. То есть, это уже начинает носить уже какой-то формы анекдота, что ли. Это маниакально-депрессивные какие-то формы. Да, да, да. Маня преследования. Да, маня преследования. То есть, если кто-то галстук там надевает или кто-то что-то хочет, значит, я вот хочу строить. Я просто хочу строить. Я хочу строить новую школу, новый детский садик. Я хочу строить дома, чтобы вот Сань, там гражданин, сейчас его покажем. Все, понимаете, если это, значит, может быть, начнется возрождение. Потому что всех, кто хотел строить, раньше было так. В ЦК КПСС, там, допустим, когда принимали, там, значит, смотрели. Такой пункт есть. Слишком инициативный. И если он даже был гениальный человек, все равно его в ЦК КПСС не пускали. Таким образом отучали быть инициативным, отучали быть трудолюбивым и так далее. На двух работах нельзя было работать. Если у человека есть силы, и он на одной работе, ему не стратит их. И так далее. В общем, короче говоря, вероятно, вот это и есть тот, как раз, вот тот пример, который может вообще служить государственной программой. Давайте посмотрим, как это было. Собственно, после военной части Олег с Лешей приехали, собственно, к беженцам. Но самое главное, все-таки беженцы. Чтобы найти новых членов колхоза имени Первого Мая, председатель Фомин совершил вертолетную вылазку из Моздока в Ингушетию. Беженцы на контакт шли охотно. А тебе сколько лет? Мне 18. 18? А что не воюешь? Не в 18. Не ходишь? Ага. Ну, да, поверь, в Россию я тебе дам суху, и ты будешь пахать землю. Хормить себя и свою семью. Что, не хочешь в Россию? Нет. Или не хочешь пахать? Да, вас пахать. Какие ваши планы? Вот, видите, вы говорите, дом там разбомбили. Да, планы, вы знаете, самое лучшее, у меня, в общем-то, заветная мечта, это просто выехать за границу, нормализовать там жизнь. Я вообще-то не верю, что здесь дальше у нас сложится нормальная задача. Это за границей просто вот далеко-далеко, да? Да уж, вот, в Голландии или Германии. Всего, я знаю, что это такое. Я в свое время училась в Москве, и только из-за того, чтобы не ехать под Можайск, я вернулась в город. Но в Рязанскую область, как видите, никто не рвался. Фомин явно нервничал. Тогда оказалось, что экспедиция на грани провала. Вся надежда была на Моздок. Там русский, которым назад в Чечню совсем уж не резон. У нас есть сельские, значит, деревенские домики. Вот, мы всегда туда селим переселяться. То, что ты меня не знаешь, и я тебя не знаю, правильно? Да, это я. Да. Значит, ты в семье заселяешься. Во-первых, помогаешь. Вот, я смотрю на тебя. Ты хороший мужик, мы тебе строим дом, ты нас еще год селёшься. У нас есть отличный свадщик, но он на пенсии. Я хотел год... Чтоб подучил. Подучился, и потом он пошел за аваритом начинать. Условия такие, чтобы у нас была квартира. Жилье, жилье. Жилье, чтобы было. Зимарит все-таки. Вот. И чтобы мы свои вещи перевезли туда и жили. В общем, договорились. Восемь человек, включая грудного ребенка. Всего полторы тысячи километров в кузове КамАЗа. И они дома. По дороге домой они заехали к нам на телестудию. Олег, представь, пожалуйста, своих новых товарищей по колхозу. Ну вот, с микрофоном сидит эта Карина. Вот. Рядом вот эта симпатичная девчурка. Это Марина. Наташа. А это мой друг Санька. Вот. Который на нас внимательно смотрит. Вот. И его мама. Карина, а в какой момент вы решили, что вы хотите уехать? Вы знаете, мы как-то не собирались оттуда выезжать. То есть вы рассчитывали вернуться обратно в Чечню после того, как закончится все это? Да. Потому что там осталось все. Мы остались практически без ничего. Вот то, что на нас, и то, что взяли в сумках с собой. Почему же тогда уехали? Вы знаете, просто я встретила знакомых, и они сказали, что моего дома уже просто нет. Вот и все. Мне некуда ехать. Понимаете? И вообще я хочу нормально жить, я хочу нормально трудиться, я хочу работать. Понимаете? Я хочу спокойно жить, я не хочу, чтобы на голову моего дитя сыпались бомбы. Чтобы она слышала взрывы. Из Чечни трудно было выбраться? Вы знаете, не очень. Мы, в общем, с пересадками ехали. Выехали со знакомыми. Там, в Асиновке, нас немножко обстреляли. Мы немножко... Немножко это как? Ну, там кто-то в них выстрелил, и, в общем, начали палить в разные стороны. И нам пришлось как-то... Где ползком, где бегом, в общем, вот так. До границы, а там уже... Трудно было решиться, вот, покинуть дом и уйти. Вы знаете, очень трудно. Очень трудно. Когда ты там родился, вырос, и у тебя практически все там осталось, и... Вот так просто все бросить и уйти. Не, просто в неизвестность. Понимаете, очень трудно это. Ну, вот сейчас вы приехали в неизвестность. Что вы сейчас чувствуете? Вы знаете, нас очень хорошо приняли. Вот, большое спасибо председателю нашему. Витя, это же наш председатель. Это же наш. Ну, Фомин не в равных условиях с боевиками, допустим. Боевики тоже ездят нанимать себе. Но они говорят, вот 800 долларов в месяц. То есть, 8 тысяч долларов в месяц. 8 тысяч долларов в месяц будешь получать. А Фомин говорит, вот работа, вагончик, пока. Потом дом будет. Ну, какие, конечно, неравные условия. Значит, представляете, что бы было, если бы вы вдруг... Ну, вы знаете, что? Что тогда к вам бы, в общем, повалили эти самые люди, которые бы... Боевики. Надеялись, нет. Ну, да, они бы вас потом сбросили, потому что за 8 тысяч он купил бы себе автомат, там, что-то такое. Вас бы сбросили, стали бы во главе. Это совсем уж какая-то апокалиптическая картина. Ну, да. Но, я говорю о том, что условия-то неравные, понимаете. Вот, если бы вам дали... Нет, у него же, ко всему прочему, работать еще надо. Вот в чем дело. Да, так я говорю, если бы... А представьте себе, что если бы вы имели такие же условия, то есть, такие деньги, такие... Ну, так не бывает. Хоть какие-нибудь. А вы знаете, мы бы их имели. И вот как раз мне мысль такая пришла, когда я вот увидел вот эту вот группировку, которая в Моздоке. Вот это все, значит, вот это вот много солдат. И с той стороны, значит, боевики, и с этой солдаты. Вот представляете, если бы их действия направить на мирный труд, мы бы такую страну отгрохали. Вот этот керосин, который сейчас выливается, так сказать, через турбины, жьется, солярка вот этот, направить на весеннюю полевую кампанию. Мы бы такое урожай вырастили. Я вот просто не... Я не как политик, я как председатель колхоза. Вот на эти вещи смотрю. Да, вот помните, как Аркадий Райкин говорил, 22 бугая там, если... Да, я бегаю. Чего не бегать за одним мечом? Шутка, шутка, но тут мне кажется... Наташа, вы фактически новую жизнь решились. Вот уже, собственно, начали несколько дней. Да. Ну и как вам эта новая жизнь? Да пойдет вообще эта жизнь. Не то, что там, а было. Вам тоже некуда возвращаться. Почему вы решились? Ну, возвращение-то есть, там осталась мать у нас. Наташа... Ой, и что же с матерью так будет? Да я не знаю, она нас говорит, езжайте с детьми отсюда, а я останусь, буду дом охранять. А там это где? Ну, вообще в Первомайке. Грозно. Ну, Наташе, к слову сказать, она год уже не учится. То есть, ей сейчас нужно заканчивать школу, но она сейчас не имеет возможности учиться. Вот приехала, мы уже в школу ходили, там все будет нормально. Она будет учиться. Вика, вам тоже, да, некуда вернуться уже? Пере микрофон. Микрофон только возьмите, пожалуйста. Мы еще не знаем, есть или нет. То есть вы растерялись, да? Да. Ну, и как вам новая жизнь? Нравится. Лучше, чем там. А чем лучше? По крайней мере, там спокойно спишь и не боишься, что на тебя упадет бомба. Ну, вот здесь вот я как раз бы хотел бы еще как бы вот своим примером поджечь и других. Он, кстати, спрашивает, почему, по мнению Олега Фрина, другие руководители хозяйств не последуют его примеру? Ну, может, Алексей Васильевич, вам странно виднее. Почему не последуют примеру? Ну, это тоже, знаете, надо было об этом узнать, услыхать, что это возможно. Мы вот уже здесь поговорим, правильно? Значит, есть такие примеры. Есть. Я вот, например, и по Сараевскому своему району, значит, при Занчине знаю, значит. Ну, этот, в общем, будем так говорить, это не программа. Это какой-то, в общем-то, ну, я не знаю, как его назвать. Поступок. Да, поступок. Да. А мне бы хотелось, чтобы была программа все же на сегодня. Программу вы сказали солдатам. Вот солдатам, когда вы сказали, что, ребята, давайте... Вот там одна программа, да. Вот это программа. Заводите семьи и давайте рожать. Да. Рожать и пить. Реклама, потом продолжим. Смотрите взгляд. Телефон 217-97-59. Пока шла реклама, напомнили нам про судьбу 16 молодых людей, про которых мы уже говорили месяц назад. В Севастополе они на здание морского клуба поднялись и потребовали, чтобы Крым вернули России. Их посадили сначала на 15 суток, этот срок они отсидели уже 6 раз. Украинские власти их пока не отдают. И мы вот, Алексей Васильевич, принимали участие в акции поддержки, потому что все-таки их вернули. Вот сегодня Алексей Васильевич опять здесь, пытаемся дожимать, пока ничего не получается. Украинская бюрократия пока сильнее власти. Мы две передачи кричим на все пространство, верните, верните, не за что, и шутя, и по-всякому. Теперь, может быть, так сказать надо, знаете что, оставьте их у себя навсегда, вот этих ребят. Пусть они будут... От обратного, понимаешь, если скажешь, вот отставьте, не отпускайте их, только не отпускайте этих 16 человек. Может быть, это хоть подействует. Леонид Данилович-то теперь, вот придя к власти, может быть, в это дело как-то... Я, кстати, поздравляю, и я надеюсь, что все мы присоединяемся его с избранием. Да, шансы увеличиваются. Ну, да. Не все происходит так быстро, как хочется, но все-таки происходит. Мы давно собирались вам рассказать о себе Ване Коняхин. Может, помните, это беспризорник, которого к нам привели Илья Хиджакова и Ирина Купченко, и мы вот все вместе пытались как-то его устроить, прошло полгода. А ты здесь с собаками сидел? Ну, я где-то самое большое, два часа, и 110-120 у меня уже было. С беспризорником Валькой Ковиховым нас познакомила Илья Хиджакова, народная артистка России. Она подобрала его на съемках фильма «Старый кляч» Ильдар Рязанова. Ты, брат, смотри, тоже смелый этот, базаришь везде. Чего? Да ну мы сейчас посмотрим, кто тут. Все, посмотрим, да, посмотрим. Да, смелый. Валька! Сотой! Валька случайно попал в массовку, главным образом благодаря огромной собаке, вместе с которой он собирал милостню на Арбате. И выяснилось по ходу дела, что мальчик убежал из родительского дома, что один шрам – это от отчима остался, другой шрам – от собаки, которыми он торговал, этими собаками. В общем, короче говоря, в его судьбе приняла участие Илья Хиджакова, Лея Меджидовна, которая вообще… у которой очень такое чуткое сердце. Рыженький. Вот этот, да? Да. А почему вы именно на него обратили внимание? Потому что собаки бросались к этому мальчику, как дети к матери. Это вообще действительно было зрелище. И потом она говорит, это бездомный мальчик, сирота, представляешь, вот убежал от родителей. Ну тут думаю, ну что ж такое, настолько тут женщины, столько народу, неужели же одного. Вот набрала ваш телефон, потому что видела… Общими усилиями мы устроили Вальку в часть к военным кинологам. Беспризорник объяснил, что с собаками ему как-то проще, чем с людьми. Честно говоря, мы не верили, что в части Валька задержится надолго. Дети улицы вообще не привыкли сидеть на месте. К счастью, мы ошибались. Как вот ты такой профессиональный беспризорный, ухитрился за полгода никуда отсюда не сбежать? А зачем это нужно? Не знаю, беспризорные все время куда-то бегут. Беспризорные, а я уже не беспризорная. Ты не беспризорный, ты какой? Солдатский. Будущий офицер. Валька живет в казарме, вместе со всеми стоит в строю. У него, как у каждого в части, есть своя собака – белый. Ну и, разумеется, учится в школе. Пока по индивидуальному плану. Чтобы учиться вместе со всеми, ему надо за полгода наверстать три. Мы за лето с ним одолели два класса, вот пятый и шестой. Ну, я не знаю, там, высока ли оценка его знаний, которые получил он за лето. Но, по крайней мере, он прослушал курс. Чтобы ему не идти вот в пятый класс с малолетками и не сидеть до 20 лет в школе, все-таки вот одолели два класса. Я думаю, что в жизни для него будет правильно, если он станет военным человеком. И если в следующем году нам возможность такая появляется, и он поступит в Суворовское училище, в результате с него может получиться хороший в будущем военный, хороший офицер. Дима Джитлана, спасибо вам большое. Если бы не вы, она вряд ли бы сейчас вот сидела бы где-нибудь. Вроде в тепле. Сытый, одетый. Я сейчас бы был в каком-нибудь детском доме, как брат с сестрой. Или шатался где-нибудь опять на улице. Спасибо большое. Про своих родителей Валька по-прежнему ничего не знает. Зато получает письма от бабушки. И от Насти, девочки, с которой познакомился год назад на московских улицах. Алло, Настя, привет. Как тебе дела? А что ты сейчас делаешь? Все-таки вот хоть что-то, но происходит. Олег, спасибо огромное в очередной раз за инициативу. Может быть, на этот раз появится хотя бы один представитель колхоза, который не спит и смотрит нашу программу, и, может быть, последует вашему примеру. Или вообще хотя бы один еще зритель. Или министр сельского хозяйства. Ну, или кто-нибудь из каких-нибудь министров каких-нибудь хозяйств вообще. Ну, и нам еще желательно, конечно, с Алексеем Васильевичем, чтобы не пропустил на нашей сегодняшней передаче генеральный прокурор Украины тоже, чтобы, может быть, проснулся завтра утром, подумал, что можно сделать чуть-чуть больше, чтобы кому-то стало чуть-чуть лучше. Все только начинается.